И сегодня уже в Шкловском, под Шкловом по обновленному мосту через Днепр откроется движение автотранспорта. Работы здесь начались еще в 2009 году. На восстановление сооружения из республиканского бюджета было выделено около 60 миллиардов рублей. После реконструкции 286-метровый мост не только преобразился внешне, стало шире проезжая часть и пешеходные дорожки. В целом мост расширился на 3 метра. Символично, что новый облик сооружения получило как раз к своему 50-летию. Жизнь без моста в Шклове мы не можем сочетать, потому что город у нас находится и район лево-бережье, и право-бережье, и район, так сказать, без этого никак. Как, допустим, город Шклов в основном находится на правой стороне Днепра, а на левой стороне у нас и больницы, и МЧС. То есть все службы, без которых сегодня шкловчане не могут. Он нужен людям, нужен водителям, нужен пешеходам, нужен всем. Красиво сам собой будет. Там красно магистраль проходит Оршанская, соединяет все эти Витебские области и Смылевские. И шире стало, и лучше, красивше, конечно. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилевскую область в Шклове. Глава государства откроет мост через реку Днепр, который был реконструирован по его поручению. Пообщается с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, участвовавших в этой работе, и жителями города. Работы в Шклове здесь начались еще в 2009 году. Это я напомню к информации о восстановлении моста через Днепр. Очередная серьезная авария на Минской Кольцевой произошла этой ночью. Микроавтобус столкнулся с грузовиком дорожной службы. Он следовал из Санкт-Петербурга в Украину. Погиб один человек, житель Украины, 12 пострадали. Все пассажиры и водитель с различными травмами доставлены в больницы. Удар был такой силы, что боковую скамейку микроавтобуса вырвало. Спасателям, чтобы освободить людей из поврежденного автомобиля, пришлось использовать гидравлический инструмент. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В этот момент дорожные службы убирали трассу. По словам сотрудников Белавтодор, работают они здесь, как правило, ночью, когда интенсивность потока снижается. Крузовая техника движется с проблесковыми маячками оранжевого цвета и светодиодными знаками. К слову, за последние дни на кольцевой дороге погибли три человека. В США растет число жертв двух сильнейших бурь, которые пронеслись на минувшей неделе над Восточным побережьем. В списке погибших уже 27 человек. Сильнее всего пострадал штат Вирджиния. Без света здесь до сих пор остаются почти 100 тысяч потребителей. При этом энергетические компании обещают подключить их к снабжению только через несколько дней. Из-за поваленных деревьев заблокированы полсотни дорог. Это осложняет работу карет скорой помощи. К пострадавшим врачи приезжают зачастую слишком поздно. В 45 населенных пунктах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В целом по региону без света остаются около 600 тысяч потребителей. Австрийская полиция провела масштабную спецоперацию, в ходе которой раскрыта и обезврежена крупная сеть распространителей и потребителей детской порнографии. Аресты прошли более чем в 140 странах, причем только в Австрии, задержанных 242 человека. Педофилами оказались выходцы из различных социальных слоев от 17 до 70 лет. У задержанных изъяты многочисленные материалы порнографического характера, хранившиеся на электронных носителях. Новая власть Ливии намерена положить шариат в основу законодательства. Об этом заявил представитель правящего в стране Национального переходного совета Салих Дархуб. Причем, по его мнению, данный вопрос не должен выноситься на референдум. Напомню, завтра в стране пройдут выборы депутатов в учредительное собрание. Народные избранники далее назначат новое временное правительство и комиссию по составлению Конституции. В основном законе страны будет утверждена новая форма власти, а также определена роль ислама в государственном и общественном устройстве. Конституционный суд Португалии наложил запрет на действие одной из мер бюджетной экономии правительства. Она предусматривала отмену дополнительных оплат работникам госсектора, которые они получали перед летними отпусками и по случаю рождественских праздников. А ранее власти Португалии, столкнувшиеся с долговым кризисом, согласились ввести режим жесткой экономии в обмен на получение кредитов Евросоюза и МВФ. Для преодоления дефицита бюджета стране необходимо к будущему году сэкономить более миллиарда евро. С этой целью в Португалии уже сократили заработные платы бюджетников и повысили налоги. Таисия Саховская, телекомпания СТВ Награды за любовь и верность. Шесть супружеских пар будут чествовать сегодня в Минске. Романтические медали вручат во время праздничной программы, посвященной Дню семьи, любви и верности. Их получат супруги, прожившие в браке более 25 лет. В этом году чествование семейных ценностей состоится в преддверии Дня памяти святых Петра и Февронии, жизнь которых стала примером для всех семейных пар. Жечь костры, плести венки и искать папороть к ветку предстоящей купальской ночью будут во всех регионах республики. На живописных берегах рек и озер зазвучат фольклорные песни. Молодые девушки и парни будут танцевать, прыгать через костер и пускать на воду венки, чтобы узнать свою судьбу. В традиционном сценарии, однако, будут и некоторые особенности. Так, в Витебске на праздник Ивана Купалы пройдет мастер-класс по плетению купальских венков. А в Гомеле, на набережной реки Сош, во время народного обрядового праздника, развернется импровизированная поэтическая площадка. Ну а самое смелое отправится на поиски цветка счастья. По народному поверью, папороть к ветка распускается в полночь. И последнее сегодня – Всемирный день поцелуя. Авторство первого поцелуя, разумеется, не установлено. Он не был изобретен как электричество или телефон. Зато известно, что придумали отмечать этот день Великобритании в конце 19 века. Во многих городах по всей планете Всемирный день поцелуя знаменуется проведением праздничных мероприятий, конкурсов и соревнований, так или иначе связанных с этим проявлением любви. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30. Субтитры создавал DimaTorzok